Привет зритель! Ставим лайки и поехали! Мы подготовили для тебя список пяти имен с самой сильной энергетикой. Издавна замечено, что они помогают своим владельцам достигать жизненных вершин, защищают от чужой негативной энергии и недоброго глаза. Александр. Имя Александр имеет греческое происхождение, в современном переводе значит защитник, в более ранней трактовке защитник рода, оберегающий муж. Наблюдения и статистика показывают, что люди, у которых имя начинается на букву А, прирожденные лидеры, однако Александры тут вне всякой конкуренции. В разное время это славное имя носили македонские цари, включая Александра Третьего, Великого, Древнерусские князья, шотландские короли и христианские святые, восемь великих понтификов, три русских и один византийский император. Называя сына Александром, ты автоматически награждаешь его сильной энергетикой, уверенностью в себе, невероятной напористостью, способной открывать любые двери. Кроме того, имя Александр помогает своему владельцу не просто бороться со стрессами, а стать очень устойчивым ко всем негативным факторам, виртуозно сводя к минимуму жизненные передряги. Владимир. Значение этого имени – властитель мира. У взрослого человека с таким именем всегда непререкаемый авторитет. В любом окружении его ценят и уважают, прислушиваются к его мнению. А вот маленький Володя как раз наоборот растет большим фантазером и мечтателем. С самого нежного возраста Владимир отстаивает свою точку зрения и поступает только так, как считает нужным. С учебой у него складывается среднее, зато задатки лидерства проявляются полным ходом еще со школьной скамьи. Он точно знает, чего хочет и как этого достичь. Из Владимиров получаются отличные отцы, старшие братья и просто хорошие друзья. Виктор. И еще в Древнем Риме Победителя встречались возгласами «Ава Виктор», что означало «Да здравствует победитель». Со временем из имени Нарицательного это слово превратилось в имя собственное. В эпоху становления христианства имя Виктор стало популярным у последователей новой религии. Оно связывалось с победой Христа над смертью и грехом. Называть им какое-то время позволялось лишь сыновей церковнослужителей. В наше время имя Виктор стало довольно распространенным, и названные этим именем мальчики всегда и везде желают быть только первыми. Вторые места – не их участь. Андрей. Имея в своей основе древнегреческие корни, это имя трактуется как мужественный, сильный, храбрый, а его обладатель всегда ассоциируется с силой воли, уверенностью в себе, невероятной выносливостью. Святой покровитель имени Андрей, апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы «Х». Этому символу дали название Андреевский крест, именно он изображен на флаге русского флота. Дав ребенку это имя, приготовься к тому, что у малыша в детстве будет не слишком спокойный характер, но зато он часто будет радовать тебя успехами и достижениями. Сергей. Имя Сергей имеет римские корни и переводится как знатный. Еще одно значение имени Сергей – высокочтимый, почтенный. Во времена Древнего Рима этим именем называли только детей из богатых семей. По другой версии, имя Сергей – это современная форма устаревшего имени Сергий, которое произошло от латинского «Servi Dei», в переводе означающее «слуга бога». Среди обладателей этого имени много талантливых личностей – певцов, поэтов, писателей или актеров. Дело в том, что парень с этим именем одарен не только интеллектуально, а и творчески. Владелец имени Сергей ответственный и надежный, на него всегда можно положиться. Это имя является хорошим универсальным оберегом, а также своеобразным счастливым талисманом. Правда, у Сергея все же возможны проблемы с соперниками и алкоголем. Эти имена могут стать отличным выбором для твоего будущего ребенка. Проанализируй себя и свою жизнь, чтобы дать сыну то имя, которое он заслуживает. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроум на страничке в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.